Ребят, недавно у нас взбесилась стиральная машинка. Зачем ставят такой мощный мотор, способный разорвать стиралку на части? Поэтому сегодня мы будем собирать электровелосипед из стиральной машинки автомат. Едется комфортно на самом деле, чувствуется тяга, когда Стосян дает газу, прям, блин, ну шикарно реально он едет. Жаль только на нем нельзя шмотки стирать. За основу мы взяли старенький дорожный велосипед Украина, на багажник которого мы закрепим тот самый зверский мотор. Прикрутим шкив с ремнем от стиралки, чтобы передать крутящий момент на заднее колесо. Для этого мы приварили еще одну велосипедную звездочку с обратной стороны втулки. И насверлили в ней отверстие, чтобы прикрутить наш шкив. Такое колесо теперь не влазит в раму. Но ничего, сейчас мы ее разрежем и переварим. Где-то вот так вот. Трубочки. Ой-ой-ой, не подходит. Все делается на колени. Подогнули трубу для того, чтобы она смогла обходить наш самодельный шкив. А теперь обварим эту трубу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще раз посмотрим, как этот широтопед повалит. Не, конечно, задняя часть выглядит туристически. Нам надо будет багажник еще тоже выварить в другую сторону. И закрепить себе девайс, который почему-то как-то странным образом попал на наш праздник жизни. Так заправим его, лупчики. Машина у нас сам, знаешь, любит ласку и смазку. Или нет. Оф, оф, оф. Теперь можно ездить не только на моторе, но и на педалях. Мотор не становится. Видишь, наш ремень на оси багажника. Так вот щик нам. Ну вообще по высоте, видишь, как четенько будет. И ви-ви-ви-ни. Смотрите, какая прелесть получилась. Даже натяжку ремня можно регулировать. Давай включим его в розетку и посмотрим, что получилось. Это просто жесткая колесница. Зарвется или загорится. Теперь мы его запитали через кнопку плавного пуска от дрели. Примотанную к рулю в роли ручки газа. Обороты регулируются. Газ работает. Работки не касаются. Эта пружина будет держать натяжку нашего ремня. Ну, все, уже можно пробовать. Пушечка вышла, поэтому я так считаю, тормоза сюда ставить не надо. И так все идет. Ну, болтосварно, все нормально. Все как по феншую. Смотри, тут уже оська сюда попала. Ну, так это же новый левел. Как видите, все отлично. Но у нас оказалось, что очень слабый крутящий момент. Ого, он такой высокий, слышишь? Видите, вообще ничего нет. Я газую, он буксует, но не едет. Ремень начинает дымиться. Сейчас его немножко подтяну. Нет, это много. Нормально. Так, натягиваем этот чудо ремень. Блин, да что ж такое. Взял, упал. Нажимаем сюда, одеваем ремешок. Все горячее, страшно. О, добрый вечер был. Стреляют? Да. Почему так сильно? Поправь на шкире. О, прилет. Это нахрен стремно. Не знаю, но это был добрый вечер. Я отхожу. Погнал, что сейчас уже бахнет, да? На то он стал ехать. Что-то тормозил его тут. Все понятно, короче. Шкив немножко сгинается. Ремень слетает. Я думаю, единственный путь решения это найти еще один обод, 28-й. Приварить его к существующему. И на второй обод натянуть длинный ремень. И за счет того, что обод будет гораздо большего диаметра, чем шкив, мы получим как минимум в три раза более мощный крутящий момент. А теперь нас ждет незабываемый переход от стейдж-один к стейдж-два. И все повалит. Классный новый обод. Опчики. Персик, булочка. По диаметру почти подходит. Следовательно, нам надо как-то извлечь обод. Но вообще не заварен. То есть болгарка, и сварка. На выбор. Ну вот и все. 30 секунд, и ежик готов. Лучше б колесо детям отдали. Угробили, варвары. Почти подходит. Сейчас пару прихваток. О! Это называется гордо заварил. Не показывай это людям. У меня нет слов, одни эпитеты. Я не понимаю, зачем и как. Это просто беспощадно. Я сейчас посчитаю. Раз. Два. Три. 31 латка. Да ну! Короче, два отверстия, камера выкидывается. Все. Я таким никогда не страдаю. Опа. Ау-ау-ау. Нашли ремень 6 ПК, 2-150. Как раз подходит под наш проект. Устанавливаем новый мощный натяжитель ремня и шпильки. Музыка. Теперь ремень точно не будет проскальзывать. Вот тут он. Вот это тяга. Стейдж 2 уже вышел получше, чем стейдж 1. Мощность есть. Теперь дело за малым. Педали разварить. И все. И можно наваливать. Ну и тормоза надо сделать, которые придумали тросы. А, видишь, его стягивают на эту сторону. Его надо, короче, подрегулировать сейчас. Регулировку надо развести. Проблема в том, что педаль немного цепляется за раму. Поэтому ее нужно как-то подвинуть. Вот это стойкая штука. И что мы будем делать? Хорошо, что под рукой оказалась газосварка. Нагреть его, чтобы металл стал мягенький и выбить аккуратненько. Аккуратненько. Ой, ой, ой. Вот! Вот! Шкварчит. Наверное, все-таки попала туда вода. Огрелка – это не дешевое удовольствие такое. Это очень не дешевое. Вот так вот и приварим. Выглядит колхозная пахамна. Пощель, пощель, пощель. Так как педали надо ставить. Вот так вот или вот так вот. Ой, все. Наверка. А я без тормозов, да? Нет, тормоза ест. Если прокручу, да? Нет, назад они крутятся нормально. Вперед шарики подзвезли. Все выглядит надежно. Все, только не долбанул у меня только. Ну, это, конечно, опасно уже так. Потому что тут же все, оно с землей связано. Немножко бутцует, а так все нормально. Вроде стартует довольно резко. Сложно удержать. Провод уже замотать. Ну что, вроде отлично. Надо делать, короче, инвертор, аккумулятор, сказать, и пробовать где-то на трассе. Ну, мне кажется, что ремень чуть-чуть бы подтянуть. Можно, там есть куда-то. Первое впечатление хорошее. Крутящий момент и скорость, по-моему, та, что надо. Ах, какая хорошая шпилька. Все регулируется, все натягивается. Ну что, ребят, так как велосипед у нас необычный, самодельный, я решил в этот раз, что мы не будем ставить инвертор на 2 кВт, как это мы делали на нашем болгаробайке вместе с автомобильным аккумулятором. Это все уже в прошлом. Я заказал с Алиэкспресс три таких платы. Знаете, что это такое? Это самые простейшие инверторы. С 24 вольт делает 220 вольт высокой частоты. Мы сразу же его выпрямляем в постоянку. И от этой постоянки питаем наш мотор на 220 вольт. Единственное, что нужно сделать, это подсоединить ручку газа. Димон долго что-то тут колдовал, крутил, крутил, и придумал схему, через которую он приконнектил. Сейчас он придет, все расскажет. Не надо, не надо, это палево. Ручка газа будет оставаться вот эта вот. Операционный усилитель. Ну, короче, все то же самое будет. Единственное, что здесь он наколхожен. Ёлы-палы, ребят. Макетка. Ручка газа использует датчик на эффекте холла, который на выходе выдает напряжение от 1,5 вольта до 5. Выходит, при полностью накрученной ручке будет 5 вольт. СГ, которая управляет данной платой, поддерживает обратную связь по напряжению. Поэтому на один из входов операционного усилителя был подан сигнал с ручки, а на второй уход с трансформатором. И выходит, что накручая ручку на 30%, мы всего лишь поднимаем напряжение на 30%. Меняя напряжение на этом выводе, можно менять выходное напряжение инвертора от 0 до 220 вольт. Смотрите, все на макетке, все на термоклее. Вот он выпрямитель на диодах типа... Диоды очень матерные. Херц. Да-да-да. Херц 308. А сколько они держат ампер? Три. Короче, одни умники собрались здесь. Пойдемте тестировать. Китайский тестер. Уж точно ничего не сгорело. Дешевенький. Включаем на предел 600 вольт. И сейчас вы увидите, какое напряжение у нас идет на мотор. Тут даже конденсатор есть. Даже пульсацию сглаживаем. Хотя можно было бы и не сглаживать. Запускай эту адовую машину. Берем вот одну ниточку. Она сейчас сгорит. Нет, она не сгорит. Надо осорядиться в конденсатор. Поворачиваем ключик. 28 вольт. Он даже заряженный. На удивление. Приподнимаем очередь. Сразу за шкал ушел. Ну, как бы этот тестер не может такой мерить. Меняем тестер. Этот тестер не выдержал частоты. Ох, да там все это диод горит зелененький. Да как все круто. 28 вольт. 29 вольт. 30 вольт. 40 вольт. Какие-то помехи проскакивают. 64 вольт. 80 вольт. Это предел? Выходит, да, утвернуть что-то. 80 вольт предел. Все, оно поедет. Ну, оно поедет, ребят. Идем тестировать. Где-то рвется. Ну, что, едет довольно неплохо. Сейчас попробую дать газу. Конечно, суперподрыва не чувствуется, но едет нормально. Щупаем нагрев. Ёлы-палы, уже держаться почти невозможно. Мотор холодный. И это радует. Очень хороший запас мощности у мотора. Явно мы его не раскачиваем еще далеко. Короче, ребят, едет, но перегревается. Сейчас мы перекинем обмотку на более низковольтную. Ему как будто кислорода дадим. И он должен поехать намного резьбее. Сейчас мы дадим на максимум самое большое напряжение. Так, леешь, он еще не сильно нагреется. 400 вольт. Тут стоит защита, если сильно большой ток. Оно на автомате должно ограничивать, чтобы ничего не сгорело. Ты знаешь, намного бодрее едет так. Смотрите, вот он прям разгоняется. Ну, это все равно не так. Ну, ты проводами палеными пахнет. А, ну, стой, сейчас посмотрим, что у нас тут расходится. Пахнет. Ой, за него не удержишься. Да, это дичь. Оно лютейшее, греется. То есть, буквально сколько, 30 секунд проехало все это предел. А если я дальше буду продолжать ехать, он пыхнет. Ну что, есть идея просто взять на этот мотор, без всяких сложных схем, напрямую кинуть напряжение с аккумулятора, посмотреть, как он поедет. Это эксперимент, ребята. Погнали. Поцепили мы два велосипедных аккумулятора, соединили их последовательно. Получилось примерно 100 вольт. И сейчас просто напрямую воткнули мотор. Достаточно кнопку на аккумуляторе нажать, и он поедет. Я могу нажать. Не, не надо. Давай я лучше сам. Блесты. Ты знаешь, круто трет. Очень даже неплохо. Подлетаем. Совсем другое дело. Ну что, скорость такая ядерная. Сейчас попробую где-нибудь по более ровной дороге проходить. Ну. Не, прям рывок чувствуется конкретно. Прям вот смотрите, глядь. Мотор прям поет. Чувствуется такое пение стиральной машинки. Такое гли-гли-гли. Там еще совсем другое дело. Ты едешь, кайфуешь. Мы едем на подъем, кстати. Давайте пощупаем нагрев. Вот только что гнал на полную. Так, и что мы сейчас чувствуем? Ну что, ребята, скажу. Вообще не греется. Просто супер. 100 вольт явно маловато для этого моторчика. Ведь он рассчитан на 220. Жаль, что нам сегодня не удалось раскачать его на полную. Но ничего. Совсем скоро мы на него подадим 300 вольт. Чтобы пробудить всю зверскую мощь, которая скрывается в этом маленьком моторчике от стиральной машинки. Продолжение следует...